Денис Марчук, замглавы Всеукраинского аграрного совета у нас в эфире. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. А почему раньше такое решение не приняла ни Латвия, и вообще оказалась первой в Европейском Союзе? И как это меняет вот такие категоричные решения, как меняют вообще рынок, агрорынок в Восточной Европе? К сожалению, говорить о том, что это будет иметь колоссальный результат, потому что Латвия — это не самая большая страна еврозоны, и фактически говорить, что это повлияет существенно на отсутствие русского продовольствия на европейском рынке, к сожалению, не доводится. Но уже как бы сигнал, который они сделали, проявили политическую волю, тем более приняли это на законодательном уровне и приняли фактически больше, чем более года должно действовать такой запрет, это действительно хороший приговорный старт для подобных принятий в контексте работы Еврокомиссии, для того, чтобы фактически запретить продовольствие с Россией. Почему я об этом говорю? Ну потому что действительно, хорошо было сказано в вашем сюжете, все деньги, которые получает Россия от экспорта своего нефтегазовых долларов или продовольственные группы действительно направляются на военные действия против Украины. И если поддерживать экономическую страну-агрессор, то мы действительно не будем видеть прекращения этой войны. Поэтому санкции и то, что делает индивидуально каждая страна, это дополнительное вложение в победу, общую победу Украины над врагом, который сейчас, скажем так, терроризирует весь мир. Поэтому я думаю, что в контексте того, что происходит сейчас на волне принятия Латвии, возможны следующие страны, которые тоже поддержают. Но уже на сегодня есть сообщение, что Литва, к сожалению, пока не готова прекратить импортировать продукты питания с России и Белоруссии. Но мы должны понимать, что те волны, которые сейчас происходят в контексте единственной аграрной политики, в том числе, которые происходят на границе между Польшей и Украиной, когда поляки говорят о том, что очень много продовольствия идет с Украины. Но по факту те продовольственные группы, которые сейчас оседают в еврозоне, они действительно идут с России. Потому что, если посмотреть в 2023 году, товарооборот между Россией и странами ЕС, он даже был больше, чем в 2022 году. Фактически объемы продовольственной группы, реализированной Россией на территории еврозоны, в 2023 году превысил более чем 5 миллионов тонн. В сукупной стоимости более чем на 2,5 миллиарда евро. Это большие средства. Это фактически тот рынок, на который могли бы, наверное, претендовать и польские фермы, предлагая свою продукцию. Поэтому для нас очень важны такие сигналы, которые поддерживают Украину в противостоянии с Россией. А какие еще страны зависят от российского агробизнеса, агропродукции? Вот мы сказали в материале, что Испания, что она, тоже зерно закупает у Российской Федерации? Так, Испания номер один покупает и в Украине зерно, если говорить о сотрудничестве на европейском рынке, реализации с Украиной. Почему? Испания очень развита, очень развит творенный, как будет на русском. Какой? Творенный комплекс. Животноводчество. Животноводчество, да. И они, конечно, обеспечивают свои кормами для того, чтобы экономически поддерживать вот это направление сельского хозяйства Испании. Многие страны, Италия покупает значительное количество зерновых с Россией, особенно на условиях того, что в Италии прошлый сезон был неурожайным по твердых сортакам пшеницы. А мы знаем, чем Италия специализируется в изготовлении макаронов, поэтому покупают в России. И многие страны Центральной, Западной Европы пользуются этой возможностью. Но мы еще должны понимать, почему это происходит. Потому что действительно Россия, как экспортер номер один, она имеет возможность, благодаря своим большим объемам, немножко диппингировать и практически продавать даже дешевле рыночной стоимости, для того, чтобы все-таки оставаться на рынке, для того, чтобы убрать конкурентов. Поэтому даже с точки зрения национально-стратегических интересов Европейского Союза, который выделяет большие деньги для обеспечения работы сельхозпредприятий по всей Европе, им нужно было бы пересмотреть свое экономическое сотрудничество с страной-эгрессором России. — Скажите, Денис, о Беларуси. Вот мы говорим об этом решении, Латвии тоже из Беларуси они не будут закупать агропродукцию. А насколько белорусский сельскохозяйственный сектор внедрился в Европу? Или все-таки не сопоставимо с Россией? — Не, не сопоставимо. Количество объемов, конечно, значительно меньше. Потому что Россия, если брать в прошлом сезоне, ее экспортный потенциал только по пшенице был около 46 миллионов тонн. Но это очень большие объемы. Конечно, Беларусь таким объемом похвастаться не может, но она может похвастаться своим другими видами продукции, например, молочным направлением, которое очень субсидируется на территории Беларуси. И, конечно же, они пытаются с этим продуктом конкурировать, заходя на полки магазинов в Европе. Но это действительно не те объемы, которые могут повлиять значительно на конкуренцию с Россией. Поэтому я еще раз утащаю первый сигнал, который сделала Литва. Это действительно очень важный шаг для того, чтобы и поддержать Украину в контексте тех разговоров, которые мы сейчас ведем с Еврокомиссией о возможном запрете русских продуктов на территории Европейского Союза. Потому что это один из пунктов плана, который был предложен украинским правительством 23 февраля, когда правительство приехало на пограничные пункты с Польшей. И со стороны Польши, к сожалению, никто не приехал. Но были публично высказаны пять пунктов, на которых мы настаиваем для того, чтобы регулировать ситуацию. И вот третий пункт, он говорит о том, чтобы вместе с Польшей Украина обратилась в Еврокомиссию для того, чтобы рассмотреть вопрос о уменьшении или перспективе фактического прекращения импорта сельгоспродукции с территории России. Денис, может быть, чуть-чуть в сторону, но тем не менее интересен ваш комментарий. Мы еще вернемся сейчас и к Польше, и к Зерну, об этом обязательно поговорим. Меня так, знаете, захватила новость 23 февраля, пришла из России, о том, что Госдума денонсировала соглашение между СССР и Великобританией, которое позволяло британским рыбакам ловить рыбу в водах Баренцева моря. Это Кольский полуостров, рядом с Кольским полуостровом. Это соглашение было подписано, внимание, в 1956 году. И до сих пор оно действовало по этому соглашению. Великобритания действительно очень много рыбы поставляла на свой рынок. А вот такие шаги самой Российской Федерации. Зачем она это делает? Что они сами будут эти десятки тысяч тонн трески ловить и есть? Ну, это как бы дополнительные зеркальные методы, которые Россия пытается... Так она же себя наказывает, получается. Ну, если анализировать те решения, которые принимает Россия, чем хуже граждан в России, тем они будут более покорны тем вещам, которые инициирует сама же Россия. То есть это же не новая история. Чем унижен, чем сильнее удавлен русский народ, тем легче будет ним управлять. Поэтому действия России в этом вопросе, ну, как бы даже тяжело поддавать анализу. Ну вот, да, действительно, это не в первый раз по Воронежу, да, вот так фигурально называют эти реакции, когда Россия сама на себя накладывает санкции, по сути. Давайте теперь к польской истории. Накануне украинское правительство посетило польско-украинскую границу. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако представители польских властей на встречу не приехали. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил правительству Польши встретиться на границе, совместно решить вопрос блокировки украинских грузовиков. Вместе с премьер-министром Украины на границу государственную с Польшей приехали вице-премьеры, министры внутренних дел, аграрной промышленности, представители Министерства экономики, инфраструктуры, главы пограничной и таможенной службы, представители Кабинета Министров Украины пообщались с водителями, также рассказали о порядке деблокирования границы, о плане взаимопонимания. Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова к конструктивному диалогу, отметил, что объемы экспорта российского продовольствия в ЕС растут. Премьер-министр Украины призвал страны ЕС запретить импорт сельхозпродукции из России. И посмотрим заявление украинского премьера. Украина и Польша точно смогут заменить эту продукцию. Поэтому логичный шаг – остановить поддержку экономики агрессора и запретить российский аграрный экспорт в ЕС. Мы также обращаемся к Европейской комиссии еще с двумя предложениями. Первое – рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг на аграрный импорт из третьих стран в ЕС. Как это происходит с Украиной? Потому что вопрос действительно не в Украине. И справедливо осмотреться вокруг. Второе – обращаемся к Еврокомиссии относительно запуска совместного контроля на границе Украины и стран ЕС. Есть реакция из Польши. Не на границе, а в Варшаве. Премьер-министр Польши Туск заявил, что представители правительства Украины и Польши встретятся не на государственной границе, как это предложил президент Владимир Зеленский, а в столице Польши. Произойдет это 28 марта. Также Туск уточнил, что переговоров президента в двух стран в ближайшее время не планируется. Напомню, польские фермеры возобновили блокаду границы 9 февраля, обещали не снимать блокаду на протяжении месяца. Посмотрим заявление Туска и к вам, Денис, вернемся к разговору. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности. Нам нужны конкретные предложения в вопросах рынка и сельского хозяйства. Это не нуждается в проявлениях доброй воли, но нуждается в тяжелой работе. Также я добавлю, что говоря об этих акциях на границе, Дональд Туск сказал, что не может Польша допустить, чтобы на границе действовали, как он выразился, те, кто открыто и беззастенчиво поддерживают Путина и служат российской пропаганде. В этой связи, Денис, такой вопрос. Мы можем разделить со стороны, глядя, хотя это нас непосредственно касается, сколько в этих акциях в Польше манипуляций России, сколько полезных идиотов, как это называется, людей, которые, не осознавая того, может быть, даже подыгрывают кремлевскому режиму, а сколько это действительно гнев и несогласие польских игралиев. Ну, если говорить в контексте Украины, так, конечно же, здесь больше политики. Если говорить об социальном оппозиции польских фермеров, такая же позиция, как и европейская, против единой аграрной политики, которую проводит Европейский Союз, это другая часть разговора. Если говорить в контексте Украины, то мы должны понимать, что за 10 месяцев, фактически, когда продолжает действовать запрет на импорт украинской зерной группы, Украина ничего не реализирует в Польше. Но, тем временем, поляки продолжают говорить о том, что украинское продовольствие заполняет рынки Польши, и от этого сниживается цена. Но, уточняю, 10 месяцев ничего не продается, цены просели на 25%. Дальше поляки говорят уже, как бы, правительство Польши, сначала обвиняют тоже Украину в том, что, как бы, украинское продовольствие остается, но проходит некоторое время, заявляют, нет, все-таки ничего не остается, оно действительно идет импортом. И, как бы, уже один миф мы, как бы, развенчали. Другой миф, они говорят о том, что всю украинскую продукцию, которая идет через еврокоридоры солидарности, реализируют аграрные холдинги, поэтому польские фермеры вышли против украинских аграрных холдингов. На самом деле, все большие предприятия, которые работают в Украине, с точки зрения экономической возможности и с точки зрения их инфраструктурных возможностей, они отправляют через порты Большие Одессы, потому что большие компании сопровождают большие объемы. Они с легкостью фрактируют корабли на 40, на 50, на 60 тысяч тонн и отправляют в те страны, которые в нем нуждаются. Направлением, сухопутным маршрутом, то есть автомобилями везут малый и средний бизнес, и это бизнес географический, который расположен около западных наших регионов, потому что, ну, как бы, с точки зрения экономики ехать с Тернопольской области, например, на юг Одесской области, Бессарабию, это очень дорого. Конечно, они находят своих контрагентов, например, в Испании или Германии и продают по 2-3 автомобиля. Поэтому это еще один миф, который нужно об этом говорить и который никаким образом не подкреплен заявлениями польской стороны. Поэтому в этом контексте действительно вот здесь играет политика, здесь играют лозунги, с которыми выходят радикально настроенные польские фермеры, которые подогреты политическими разными движениями в основе лидеров такой партии, как конфедерация. Мы видим, что если посмотреть на людей, которые выступают от имени фермера, так это не фермеры, это политические фигуры или партийные деятели, которые набивают себе политические баллы на кануне местных выборов, которые произойдут уже в апреле в Польше, а дальше выборы Европарламенту. Касаемо общих вопросов, вот сейчас есть информация, что поляки будут блокировать и международные дороги, которые ведут Германию. Почему? Там у них уже сугубо экономические темы поднимают, которые волнуют и британцев, извините, и германцев, и французов, и поляков, и румын, потому что там они протестуют против едино-играрных политики, касаемо озеленения, то есть политики гриндил, это экологические нормы, которые ставятся перед товаропроизводителем. Там они уже говорят о том, чтобы сохранить финансовую помощь, то есть в виде субвенций, которые получают европейские фермеры. Напомню, действительно очень значительные суммы каждый год, более 50 миллиардов евро выделяется на поддержание европейских фермеров, а им говорят, что на протяжении следующих 10 лет эта сумма будет значительно уменьшена. Поэтому в таком контексте, да, вот есть позиция, и Еврокомиссия пытается ее решить. Но что касаемо претензий к Украине, здесь больше надумано и используется вопрос Украины в качестве торгов и в качестве политических дивидендов на ближайших местных выборах. И, к сожалению, еще, Денис, мы должны констатировать, что провокации и провокаторы активно разжигают ситуацию в самой Польше. Сейчас покажем кадры. Неизвестные вандалы высыпали 8 вагонов с украинской агропродукцией. Это уже четвертый подобный случай за последние дни. На сей раз инцидент произошел на станции Котомиш. Через эту станцию украинская продукция, украинское зерно, едет в Гданьск, в главный морской порт на севере Польши, и оттуда дальше по миру. И вот вы видите это жуткое зрелище, на самом деле, для всех, кто производил под бомбами, под обстрелами, выращивал это зерно. Но, тем более, в Украине традиционно очень трепетное отношение к хлебу и к зерну. Это страшно видеть, эти картинки. Денис, что это такое? Как с этим бороться? Что делать? Ну, я хотел бы отметить очень адекватную позицию правоохранительной системы Польши. Они активно реагируют на заявления украинских дипломатических ведомств, касаемо того, чтобы расследовать. И уже первые, скажем так, прецеденты есть, когда за... Вот, вспомним, когда в один из воскресных дней был рассыпан первое зерно с автомобиля, тоже на международной дороге, так и этих участников уже, как бы, они пристали перед судом, и им угрожает криминальная ответственность даже за лишением свободы до пяти лет. Поэтому, я думаю, польская сторона понимает последствия таких действий. Если они вовремя не будут делать какие-то выводы, более того, не только политические, а действительно придавать этому значению юридически, то есть те, кто это сделал, понесли ответственность, мы будем, возможно, иметь... К сожалению, у нас... Продолжайте. Горячие головы, которые будут вот таким действием нарушать взаимоотношения между нашими двумя государствами. Еще один вопрос, который тоже поляки должны понимать. Те лозунги, с которыми выходят сегодня некоторые фермеры, говорят о том, что Россия, приди, спаси. Давайте вспомним, 10 лет назад на востоке Украины тоже такие лозунги были, и к чему это привело. Поэтому в интересах же Польши самой таких радикалов вычислять, проводить с ними разъяснительные работы. И я думаю, что здесь бы не помешал опыт украинских спецслужб, для того, чтобы объяснить и разъяснить, к чему это может привести. О, да, опыт этот, к сожалению, есть. Ну, и при этом он богат. И действительно, провокации... Мы живем в мире медиа, да, эти картинки распространяются мгновенно по всему миру и тоже не помогают. Но я надеюсь, найдем взаимопонимание. Поляки и Польша проявили себя действительно соседями, друзьями в эти страшные годы российской агрессии. Спасибо, Денис, за включение. Спасибо. Денис Марчук, замглавы Всеукраинского аграрного совета, гость этой части эфира. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин